Неоднократно нарушал в спокойствии учениц 22-го училища мужчина, который бросал снежки в окна их общежития, а затем обнажался, сегодня предстал перед судом. Правда судит его не за страсть оголяться, а за нападение на сотрудника полиции, которого вызвали девушки. Из зала суда Дмитрий Ефимов. Любителю раздеваться на морозе теперь придется ответить перед законом. Сегодня в городском суде на скамье подсудимых Северодвинский эксгибиционист. Напомним, в декабре мужчина неоднократно нарушал в спокойствии учениц 22-го училища. Средь бела дня бросал снежки в окна учебного класса, а потом оголялся. Со слов очевидцев, то есть да, там, как говорят, слухи-то ходят, что товарищ ходит давно уже, девушек внимание привлекает, потом, значит, раздевается, достает свое достоинство и непристойным образом начинает, значит, самоудовлетворяться. Вот только судят эксгибициониста не за страсть оголяться, а за грабеж и избиение сотрудника полиции. Задержанный несколько раз ударил прибывшего на место участкового и скрылся, прихватив с собой и портфель сотрудника полиции. Злодеем оказался 53-летний работник ВОХР Семмаш. Кто-то к вам подходил, предлагал решить какие-то вопросы. Приходили, что участкового пешка, за 250 тысяч предлагали замять это дело, я отказался. Двое человека, один разговаривал, второй стороной стоял. И предложили за 250 тысяч решить все проблемы. Но это кто был? Не знаю, работники милиции, наверное. Ну, что он тут? Ну, потому что, коротко, постриженный. Подозреваемый старается уйти от уголовной ответственности, объективно заявляя, то есть в каждом судебном заседании, то есть затягивая процесс. Это мое личное мнение. Разбирательства по делу эксгибициониста продолжаются. Подсудимый вину не признает, ведь ему может грозить до пяти лет колонии. А покой учениц 22-го училища теперь охраняет 16 камер видеонаблюдения. Дмитрий Ефимов, Александр Сенков, Вестник, Северодвинска.